Мы сейчас обсудим еще одну тему о том, как чтобы никто не пострадал. У нас в гостях Светлана Листопад, начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополе. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Александровна, смотрите, сейчас, в принципе, во всем мире обсуждают, да, вот эту вот новость с коронавирусом, да, и вот какие меры принимаются в России, да, непростоятельно в Крыму, и были ли у нас в России зафиксированы такие случаи вспышки с этим вирусом? Ну, я сразу хотела бы оговориться, что само слово коронавирус не должно вызывать сразу панику. Дело в том, что это группа вирусов, да, которая содержит очень много видов, и некоторые патогенные, в принципе, для человека вирусы, они вызывают, которые коронавирусом являются, они вызывают обычную респираторную инфекцию, такую же, как многие другие, там, аденовирус, риновирус и так далее. Та ситуация, которая на сегодня складывается в Китайской Нурной Республике, и уже есть сведения о том, что есть случаи, зарегистрированные, вызванные новым видом коронавируса, которые вызывают тяжелый респираторный синдром, тяжелая пневмония, уже есть несколько летальных случаев, это именно новый вид коронавируса, любой микроорганизм имеет так или иначе способность мутировать, видоизменяться и, соответственно, проявлять себя потом какими-то новыми свойствами. Конечно, если говорить в целом о Российской Федерации и в том числе о Крыме, то риски завоза этого заболевания на сегодня исключить нельзя, и именно все мероприятия, которые проводятся в целом по стране разными службами, они нацелены на то, чтобы либо исключить эти риски завоза, либо, если же даже это произойдет, своевременно выявить первые случаи заболевания и не дать инфекции распространиться. Правда, что стартовала разработка вакцины в России от этого вируса? Да, действительно, стартовала и разработка вакцины, и еще такой немаловажный факт, что буквально в кратчайшие сроки после того, как об этой ситуации стало известно, еще до того, как даже официально уже было признано, что вирус действительно передается от человека к человеку, уже научно-исследовательские институты системы Роспотребнадзора начали разработку тест-систем для того, чтобы лабораторно можно было выявить и подтвердить именно этот вид коронавируса. На сегодня эта система есть, то есть лабораторное подтверждение их уже возможно. Вопрос только в алгоритме действия, кого и как обследовать. И вот именно с этой целью спокойно, но, скажем так, степенно и оперативно были на разные службы введены различные мероприятия. То есть в первую очередь это, конечно, санитарно-карантинный контроль, особенно это касается тех субъектов, где есть международное сообщение, где есть прямые рейсы, непрямые рейсы из КНР, когда это касалось только этой страны. Это на санитарно-карантинном контроле в этой, скажем так, работе участвуют не только сотрудники Роспотребнадзора, которые проводят там и бесконтактную термометрию, чтобы своевременно выявлять лиц с симптомами. Это извещены все службы, которые вообще проводят контроль на границе, на то, что можно было своевременно реагировать. Но я так понимаю, что прям задействовано максимально, да, количество служб? Конечно, потому что на разных, скажем так, уровнях нужно по-разному реагировать. Дело в том, что симптоматически изначально выявить, что это именно заболевание новым видом коронавируса практически невозможно. Начало заболевания, оно сходно с обычными всеми респираторными инфекциями, там, гриппом и так далее. То есть, все симптоматика. Поэтому здесь большое значение имеет именно эпидемиологический анамнез. То есть, пребывал ли накануне заболевания человек в тех странах, где есть риск заболевания этой инфекцией. Вирус опасный? Ну, исходя из... Нет, я понимаю, что это такой вопрос, но вообще понятно, как его лечить вообще просто? Понимаете, в принципе, система лечения всех вирусных и бактериальных есть, как бы, скажем, такой протокол ведения. То есть, и большое значение имеет, конечно, будут опробироваться какие-то те или иные противовирусные препараты, какие лучше работают. Конечно, это будет во взаимодействии с теми уже странами, где лечат, то есть, что эффективно, что нет. Вопрос в том, что вот насчёт опасного, это как реагирует организм. То есть, все мы видим, что количество случаев увеличивается. Тем не менее, слава богу, что не так быстро увеличивается количество летальных исходов. Но если говорить не о первичных симптомах, которые можно, как вы говорите, перепутать с другими, допустим, инфекциями или вирусами, а вот уже, когда вот наступает тот момент, что понятно, что это именно эта болезнь, да, этот вирус и вот его конечная цель, то есть, на что он направлен, что поражает. Ну, Дима, наверное, имеет в виду какие симптомы. Ну, значит, не первичные, а уже именно... Всё-таки, по вот сведениям здравоохранения ЖКНР и тех специалистов ВОЗ, которые в этом участвуют, всё-таки, скажем так, наиболее оглавенствующим конечным, скажем так, симптомом – это развитие пневмонии, внебольничной пневмонии на фоне этого респираторного синдрома. Спасибо большое, что пришли к нам в гости и поговорили с нами на такую важную тему, чтобы люди знали, как себя обезопасить. Вообще не паниковали, как вы говорите, что у нас пока и вакцина разрабатывается, и, в принципе... Я абсолютно правильно скажу, что и чтобы, в принципе, обезопасить себя от любого вируса, да, нужно быть сытым, наверное, вот, полным энергией, и тогда, в принципе, у организма... Здоровым человеком. Да, здоровым человеком, тогда у человека будет больше энергии для того, чтобы одолеть любой недуг. Ну, и Дима, видимо, хочет вам предложить посмотреть материал, который снял Саша Коннов о том, как можно позавтракать с утра без особых на то энергетических затрат. Продолжение следует...